Израилю все равно, чей Карабах, но Баку, Анкаре он просто так не уступит. Статья в Евразии Адели за 26 ноября 2020 года. Война между Арменией и Азербайджаном, в которой Баку поддержали как Турция, так и Израиль, является не просто продолжением конфликта по поводу спорной территории Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ее отечественной, однако эта война была спланирована, организована и впервые контролировалась напрямую Турцией, которая предоставила Азербайджану разведывательно-ударные беспилотники, а также наемную армию сирийцев. Это наряду с предоставлением Израилем современных беспилотных летательных аппаратов и ракет Азербайджану явилась причина его замечательных военных успехов. На страницах издания «Стратегист» сегодня, 26 ноября, пишет Овет Лобель, политический аналитик Совета Австралии и Израиля по делам и евреев. Президент Реджепта Ипердаган хочет заставить Азербайджан выбирать между Турцией и Израилем. По сообщениям в СМИ в 2011 году, тогдашний посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч сказал, что Баку следует пересмотреть свои отношения с Израилем и что Закавказской республике необходимо поддержать Турцию в ее противостоянии с Израилем. Он также расплывчато угрожал возможными проблемами с нефтепроводом, по которому Израиль поставляет азербайджанскую нефть через Турцию. Трубопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» примечание редакции. Американский дипломат в отставке сказал Марку Перри в 2012 году, что масштабная сделка по поставкам оружия между Израилем и Азербайджаном в 2010 году вызвала у Эрдогана бешеный гнев, напоминает Лобель. Турция и Азербайджан имеют чрезвычайно тесные исторические и этнические связи, и лидеры обеих стран выстраивают свои отношения по принципу «два государства, одна нация». После вспыхнувших в июле этого года пограничных боестолкновений с Арменией, Эрдоган пообещал Азербайджану всю возможную военную помощь, что было подтверждено в августе. Это не было просто риторикой. Турция начала активную вербовку сирийских наемников для вторжения в Нагорный Карабах сразу после июльской эскалации. В августе она также увеличила поставки беспилотников, боеприпасов и другого оружия в Азербайджан. И к сентябрю продажи выросли с менее чем 300 тысяч долларов до более чем 77 миллионов долларов, отмечает эксперт. Наконец, с 29 июля по 10 августа Турция и Азербайджан провели масштабные военные учения. Группа из 600 турецких советников оставалась в Азербайджане для планирования и наблюдения за операциями против Армении. А в конце сентября в Азербайджан прибыли министр обороны Турции Хулуси Акар и командующий сухопутными войсками генерал Умит Дюндар. Энергетические и военные связи Израиля с Азербайджаном давно стали тесными. И один из высокопоставленных источников в Министерстве обороны Израиля недавно сказал изданию Asia Times. Азербайджан не смог бы продолжать свои операции с такой интенсивностью без нашей поддержки. Тем не менее, опасения Израиля по поводу турецкой агрессии на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье значительно возросли за последние несколько лет, констатирует аналитик. Глава израильской внешней разведки Моссад Йоси Коэн, как сообщалось в СМИ около двух лет назад, сказал своим коллегам в Египте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, что реальная угроза исходит от Турции, а министр обороны Израиля Бенни Ганс недавно осудил дестабилизирующие действия Турции в двух указанных регионах. Действительно, Турция при Эрдогане неуклонно разрывала свое партнерство с Израилем во всех областях, помимо торговли. В настоящее время Турция ставит перед Израилем ряд проблем, включая ее поддержку палестинского Хамас, ее тесные отношения с Ираном, несмотря на стратегические разногласия с этой страной в Сирии, ее региональную борьбу за военное и идеологическое превосходство с арабскими монархиями Персидского залива и ее попытки подорвать газовые сделки Израиля с Грецией, Кипром, Египтом и другими. К этому списку теперь должна быть добавлена война с Азербайджаном, отмечает Лобель. Известно, что Израиль поставлял Азербайджану современное вооружение после войны 1990-х годов с Арменией. Израиль и Азербайджан установили всеобъемлющие стратегические отношения, особенно в сферах энергетики и безопасности, включая совместное производство боевых беспилотников. Израиль является основным поставщиком оружия в Азербайджан, а последний – одним из крупнейших поставщиков нефти для Израиля по трубопроводу, проходящему через Турцию. Яков Амидрор, генерал-майор в отставке, проработавший более 30 лет на руководящих должностях в армии, обороны и правительстве Израиля, недавно заявил на вебинаре. У Израиля нет никаких интересов или идей, кто должен контролировать Нагорный Карабах, но у Израиля были, есть и будут в будущем хорошие отношения с Азербайджаном. Участие Турции в последней войне в Нагорном Карабахе было крайне негативным явлением для Израиля как в политическом плане, так и потому, что Анкара теперь могла получить и в конечном итоге воспроизвести самое современное израильское оружие. Независимо от того, насколько глубоко Израиль укоренился в Азербайджане в технологическом, военном и экономическом отношении, влияние Турции там, вероятно, всегда будет больше. Не ясно, сможет ли Азербайджан продолжать балансировать эти два фактора сейчас, когда Эрдоган, по-видимому, напрямую взял бразды правления в Нагорном Карабахе, заключает Овет Лобель. Израилю все равно, чей Карабах, но Баку-Анкаре он просто так не уступит.